МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это ноябрьск, 24. Здравствуйте. В ближайшие 20 минуты наиболее заметных событиях этой недели. Официальные структуры навестили 90-летнюю старушку, которую зять вынес на улицу, что увидели специалисты и к каким выводам пришли. Разберут до основания и построят с нуля. Муниципалитет получил результаты экспертизы по КСК Ямалы. Они неутешительны, где возьмут деньги на реконструкцию. Гендиректоры главбух задержаны по подозрению в мошенничестве, а совладельцы бегут за границу. В Ямаве официально прекращают полеты. Что будет с пассажирами? В истории бабушки, которую зять отправил жить на улицу, появились новые подробности. Одной из главных проблем оказалось отсутствие у нее российских документов. Журналисты нашего телеканала поговорили с представителями полиции и управления социальной защиты. Как они отреагировали на ситуацию и намерены ли в нее вмешаться, расскажем прямо сейчас. Специалисты социальной защиты навестили бабушку сразу после выхода нашего сюжета. Они пообщались с семьей, посмотрели квартиру и решили, что пенсионерка живет в хороших условиях и ни в чем не нуждается. Родственники подозрений не вызывают, да и сама женщина на зятя и не жалуются. Речь о том, чтобы взять на контроль эту семью нет, потому что мы поговорили и с участковым, то есть семья положительная, никто эту бабушку там не обижает. Но, конечно, мы будем навещать бабушку, будем узнавать, как ее дальнейшая жизнь проходит. В минувшие выходные тревогу забила соседка пожилой женщины. Вечером, как она утверждает, увидела, как мужчина тащит бабушку во двор, которая плакала и была явно напугана. Верхней одежды не было. Мужчина довел ее до мусорных контейнеров и оставил. Позже, когда в его двери постучали наши корреспонденты, он сообщил, что в своем поступке не видит ничего страшного. Таким способом он всего лишь хотел разрешить конфликт между своей женой и бабушкой. Мы с ним ни разу не ругали. Я не знаю, что на нем. Наверное, ему надо было. Залетел, схватил меня. Я лежала. Разобраться в произошедшем обещали и сотрудники полиции. По итогам проверки правоохранители заявили, все законно. Случай единичный, поэтому произошедшее можно расценивать как бытовую ссору. Дело пока заводить не стали. В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято законное обоснованное решение. Сама пенсионерка сказала, что обиды ни на кого не держит. А многие события 90-летняя женщина и вовсе помнит не точно. А полицейские и представители соцслужбы свои формальные обязательства выполнили. Екатерина Бруцкая, Сергей Маландий, Ноябрьск, 24. В России в центре внимания на неделе оказалась ситуация с авиаперевозками. С 16 октября компания Вимави окончательно перестанет выполнять перелеты. Под угрозой оказался отдых нескольких тысяч туристов. На помощь им приходят другие перевозчики. Так, например, 440 пассажиров Вимавиа на курорты Анталии уже доставили самолеты компании «Ямау». Обратно рейсом Анталия-Москва вернутся также 440 человек. Ямальский перевозчик одним из первых открикнулся на просьбу Министерства транспорта оказать поддержку людям, попавшим в сложную ситуацию. Как сложится судьба пассажиров Вимавиа, летающих из Нижневартовска и Нового Уренгоя, пока не ясно. Рейс из соседней Югры в Анталию, который должен был состояться в октябре, уже отменен. В аэропорту Нового Уренгоя рассказали о четырех направлениях, по которым авиакомпания выполняла рейсы. Все они тоже чартерные и стояли в плане на следующий месяц. Их судьба пока неизвестна, а расписание полетов еще формируют. А транспорт наземный тем временем готов к зимнему сезону. С 1 октября пассажирские перевозки меняют график работы. К 45 автобусам, которые работают сейчас, добавится еще 8. Это позволит сократить интервал движения на маршрутах 1, 1А, 2, 2А, 7, 8, 17 и 28. При этом свою работу прекратят сезонные маршруты. Сообщением до кладбища и дачного поселка Мечта. С подробным расписанием движения городского транспорта, которое будет действовать на маршрутах с октября, можно ознакомиться на официальном сайте пассажирских перевозок. Жизнь пешеходов в Ноябрьске станет не просто комфортнее, но и безопаснее. До конца сентября в городе должны появиться почти 50 новых переходов. Таким образом, местные власти реализуют указ президента. Работы поделены на два этапа. Первый уже на завершающей стадии. Кроме желто-белой разметки, обустройство пешеходных переходов подразумевает установку уличного освещения, ограждения и соответствующего дорожного знака. Финансироваться работы будут как за счет местного, так и окружного бюджета. Хочу просто акцентировать внимание, почему столько много ограждений устанавливается. Дело в том, что это, во-первых, безопасность тех пешеходов, которые стоят и ожидают своего сигнала-светофора для того, чтобы перейти улицу. Это направление движения для несовершеннолетних детей, которые могли бы видеть направление движения, чтобы они не могли выскакивать за пределы пешеходного перехода. Ремонт дорог, реконструкция культурного комплекса и в целом благоустройство города. Все эти вопросы в ходе своего визита в Ноябрьск затронул первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников. Он также заверил, что проблемы обманутых дольщиков в нашем городе находятся на контроле региональных властей. Речь о двух долгостроях на Советской 28 и Космонавтов 35. Изначально объекты строила компания «Стройдом». Сдать дома должны были несколько лет назад. Однако после банкротства компании сроки серьезно сдвинулись. По одному дому мы их видим в хорошей перспективе. Есть нюансы, связанные с избранным конкурсным управляющим, которого избрали сами жильцы, а человек не хочет работать. Вот нам теперь нужно, чтобы они его быстро поменяли. Дальше вся процедура отстроена, дом будет достроен, ведет в эксплуатацию, и люди получат свои квартиры. По второму дому там несколько сложнее, но тоже все зависит от консолидированных решений самих вкладчиков, дольщиков. Первый заместитель главы региона заехал и в культурно-спортивный комплекс «Ямал», закрытый уже несколько лет. Здесь решено разобрать конструкции до основания и построить новое здание. Это единственный способ возродить комплекс. Таковы результаты экспертизы, которые получил муниципалитет. Работы профинансируют за счет регионального бюджета и частично местного. Не исключены и частные инвестиции. Запланированы и другие работы по созданию комфортной городской среды. На что будет сделан упор в следующем году? Это благоустройство. Это ремонт уличных дорожных сетей, замена асфальта на щебенчатомастичный асфальт и бетон. У нас в планах на следующий год начинать расставаться с ноябрьскими долгостроями, которые есть, ну в том числе и строительство жилья. Сейчас короткая реклама и смотрите сразу после нее. Не проучились и месяца. Ноябрьский институт нефти и газа остался без государственной аккредитации по двум учебным направлениям. Какая судьба ждет студентов заведения? Сбываются ли мечты? Незрячий музыкант из Ноябрьска грезит о всероссийском парам музыкальном фестивале. Прием заявок подходит к концу. И миллион рублей на правильную еду молодые бизнесмены Ноябрьска рассказали, на что потратят деньги после защиты проектов. Ноябрьский институт нефти и газа, филиал Тюменского индустриального университета, остался без государственной аккредитации. Учебное заведение может продолжать образовательную деятельность, однако его студенты не получат дипломы гособразца и официальную отсрочку от военной службы. В Рособорнадзоре подчеркнули, что речь идет о двух из пяти специализаций филиала. Это прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, а также направление экономика и управления. Судьба студентов, которые поступили на бакалавриат, по этим направлениям сейчас и решается. В ведомстве пояснили, что причиной лишения госаккредитации стало неустранение в установленный срок выявленных нарушений в работе. Сейчас занятия и лекции в учреждении продолжаются. Защищать свои дипломные работы студентам-выпускникам в феврале 2018 года, скорее всего, придется в Тюмени с переводом в головной университет. В такой ситуации могут оказаться более 160 человек. В следующем году ноябрьский филиал вновь намерен получить аккредитацию для этих направлений. Образование по всему миру переживает кризис. Дети стали больше времени проводить в школах, но уровень их знаний при этом не растет. Как говорится в докладе Всемирного банка, за последние 60 лет люди стали тратить в 3,5 раза больше времени, пытаясь освоить чтение и счет. Но многие так и не осваивают элементарные навыки. Еще одну проблему представляет недоступность образования. У молодежи из бедных стран нет возможности получить базовые знания, а значит и нет стимула к дальнейшему обучению. Это уже в недалеком будущем негативно скажется на качестве рабочей силы. Всемирный банк выделил несколько путей выхода из кризиса. Эксперты предлагают развивать международные системы оценки, а также привлекать к реформе образования все заинтересованные стороны, в том числе и деловые круги. Будущих профессионалов своего дела заранее готовят «Газпромнефть». Компания проводит третий интеллектуальный турнир, умножая таланты. Тематика нефтегазовая. Участвовать могут школьники с 8 по 11 классы из трех регионов, из тех регионов, где присутствует компания. Ноябрьским детям повезло. Какие перспективы открываются перед участниками турнира, узнала Ольга Попова. Корпеть над химией, физикой и специализированными методичками по нефтедобыче троимдесятиклассникам из 13-й школы придется в ближайшие пару недель. Ребята – участники турнира, умножая таланты. С 1 по 2 октября нам придут задания, и мы уже точно решим, что нам нужно будет делать, потому что все зависит от тематики, которую нам отправят. Также мы будем решать эти задачи две недели. То есть 16 октября нужно уже будет отправить решение задач. Интеллектуальный турнир, умножая таланты, реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпромнефть». Компания – лидер российской нефтегазовой отрасли и заинтересована в поиске молодых талантливых исследователей. Именно за ними – будущее российской науки. Участвуя в турнире, школьники не просто обучаются, они уже решают сложные задачи, стоящие сегодня перед профессиональными нефтяниками. Была задача, к примеру, танкер наполнять нефтью, и он должен из нового порта, к примеру, перейти в Мурманск. И мы должны рассчитать время, за которое оно наполнится и переедет. Ну, и мы долго решали. Готовясь к турниру, за консультациями можно обращаться к работающим нефтяникам. И, конечно, помогают педагоги. Как правило, это учителя по химии. Для Анастасии Сидоренко и Юнуса Морданова это интеллектуальное испытание будет вторым. В 2016-м они стали финалистами турнира, умножая таланты в младшей секции. Теперь будут пробовать свои силы в старшей. В ней участвуют ученики 10-х и 11-х классов. В этом году, так как они выходят на более высокий уровень, у них будет задание уже с составлением макета не просто какой-то конструкции, а движущейся конструкции. Та конструкция, которая должна показать реальные действия по использованию новых методов и средств разработки месторождения. В этом году задания будут касаться не только добычи нефти, но и ее переработки. Участников больше тысячи. Времени для того, чтобы зарегистрироваться на сайте конкурса и испытать свои интеллектуальные способности осталось мало. Заявление надо заполнить до начала октября. Обязательно необходимо загрузить согласие родителей и сформировать команду из трех человек. Если все получится, впереди много знакомств, полезной информации, возможность побывать в городе на Неве. Именно там, на осенних каникулах, авторы лучших проектов будут защищать их перед экспертами, нефтяниками. И главное участие в турнире – это уже ощутимый вклад в свое будущее. Участники турнира не просто научатся решать сложные исследовательские задачи нефтегазовой отрасли. Начиная с этого года, финалисты турниров из 10-11 классов получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении на технические специальности Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. Дерзайте, друзья! Это был настолько позитивный опыт, который сблизил меня с моими друзьями, подарил шикарные воспоминания о Питере, о экскурсии и квесты, которые нам устраивали, были очень интересными. Не просто попасть в центр сопровождения бурения и увидеть весь высокотехнологичный процесс, когда ты обычный школьник. Но у нас это получилось, и это не может не радовать. Там было очень круто. Ольга Попова, Сергей Павлов, Александр Иванов. Ноябрьск, 24. Уже совсем скоро на Ямале выберут и лучшего пекаря. За почетное звание будут бороться 13 человек из 9 муниципалитетов. Участники были отобраны в рамках регионального конкурса «Славим человека труда» среди работников предприятия общественного питания. Пекарям предстоит приготовить каравай, праздничный пирог весом не более 2 килограммов, а также авторский хлеб. Это должна быть своего рода визитная карточка пекарни. Еще одно изделие на выбор участника по задумке организаторов должно стать презентацией города или района, который представляет пекарь. Оценивать выпечку будут по внешнему виду и, конечно, вкусовым качествам. Конкурс пройдет 19 октября в Салехарде. 10 миллионов рублей и 11 победителей в округе подвели итоги конкурса «Свое дело». Он проходил в три этапа с февраля по сентябрь. Лучших определяли во время защиты бизнес-проектов. На что потратят деньги победители из Ноябрьска и как развиваются проекты участников прошлых лет – в материале Оксаны Зайчуковой. Владислав Саверченко работает в одном из известных заведений города. Вскоре планируют открыть и собственное дело – ставку сделать на здоровом питании. Сначала это будет доставка правильной еды. А если бизнес окажется востребованным, то и полноценное кафе. Суть этого в кафе, то есть, к примеру, вам надо составить меню на 2500 калорий в день, например, вы хотите питаться. То есть мы вам индивидуально составляем его. У нас меню постоянно будет как бы обновляться раз в месяц, раз в полмесяца. Мы вам составляем на 2500 калорий меню. И вы в течение дня кушаете. То есть это, как правило, пятиразовое питание. Либо вы приходите, забираете сами, либо мы привозим его вам. Благодаря победе в конкурсе на реализацию своей идеи Владислав получил около 1 миллиона рублей. Полученные средства потратит на заработную плату и обучение персонала. Ремонт и дизайн помещения, закупка оборудования. Первые шаги в реализации проекта уже сделаны. Есть персонал. Практически, вот сейчас обсуждаем здание. То есть здание уже практически есть, где это будет все. Ну, остальное дело техники. Как признаются сами участники, самый сложный этап защита. На суд жюри свои проекты представили 36 эмальцев. Шесть из них из Ноябрьска. Они хотели открыть школу скорочтения, барбершоп и детский массажный кабинет. Готовить бизнес-проекты им помогали в клубе молодого предпринимателя. Конкуренция с каждым годом растет. Проекты все хорошие. И у ребят с других городов в том числе. Поэтому, естественно, отбирают только самых лучших. Ведь другие проекты, которые победили, они достаточно востребованы, актуальны для нашего округа. За пять лет конкурса его победителями стали 9 ноябрьцев. Сумма выданных им грантов составила более 5 миллионов рублей. Анна Лешок выиграла около миллиона рублей в прошлом году. На момент защиты у нее уже был действующий бизнес. Полученные средства пошли на его развитие. И создание творческого пространства в тайм-кафе. Закупку техники, мебели и дизайн помещения. Этот грант, он нам дал даже не столько, может быть, оборудование и денег, чтобы мы закупали, сколько толчок на дальнейшее развитие. Сейчас мы уже не так боимся приобретать что-то новое, а купит оно себя или нет. Мы не так боимся изменять это пространство и создавать новые проекты. Конкурс «Своё дело» не единственный, где молодые предприниматели могут получить помощь. На Ямале мероприятия в поддержку начинающих бизнесменов проводят регулярно. Сейчас, например, идет прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель». Оксана Зайчукова, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. Завершается прием заявок на участие во Всемирном парамузыкальном фестивале. Этот проект демонстрирует равные возможности человека вне зависимости от ограничений здоровья. Принять в нем участие мечтает и житель нашего города. С музыкантом познакомилась Екатерина Бруцкая. Павел Юрченко никогда не видел гитары, но уже на протяжении трех лет этот инструмент – его верный спутник. Пальцы ловко скользят по струнам и без труда берут нужные аккорды. Идея научить слепого мальчика играть появилась у председателя организации «Необычные дети Ноябрьска» Миляуши Молостовой. Утром проснулась, я говорю, Паша и гитара. Я думаю, почему бы и нет. Слух хороший, он сможет, он может, он просто не может не мочь. И думаю, надо попробовать. Я с утра так загорелась, я вам сейчас рассказываю, у меня мурашки по телу отчасти, что именно по этому направлению. Паша познакомился с гитарой на одном из праздников в санатории «Озерный». Он услышал выступление бардов, и в этот же вечер ему предложили попробовать себя в роли музыканта. Вскоре появился и первый учитель, и собственный инструмент. Вообще, первые месяцы не ели, конечно, сложно было. У меня когда гитара появилась, я вообще, их бы от нее нет. Ну, как мне стало? Ну, интересно было. Изучали аккорды, и цыганочку играли. Павел быстро освоил Азы и даже выступил на концерте, но через некоторое время его преподаватель навсегда покинул город. Нужен был новый учитель. Инициативу проявила любовь Карпалюк. Теперь она глаза и руки музыканта. Помогает правильно поставить пальцы, чтобы взять аккорд. Паша учит песни с помощью специальной компьютерной программы. В репертуаре уже 12 композиций. Появился у меня диск с аудиообучением. Школа Михаила Федоренко тоже по почте прислали кому-то. Галдимировна мне его передавали. И с тех пор я уже третий год пошел игрой на гитаре. На этом молодой человек останавливаться не собирается. Сейчас он готовится к Всемирному парамузыкальному фестивалю. В России творческий конкурс проводят уже 9 лет. Ежегодно в нем участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья из 20 субъектов нашей страны. Нередкость выступления пара артистов Ямала. Однако музыкантов из Ноябрьска не было никогда. Но пробовать нужно. У нас уже есть практика участия в соревнованиях. Хоть и не в музыкальных, но тем не менее. Такой дух у него присутствует, боевой, что он должен стремиться к этой цели. Поэтому нам надо пробовать. Нам надо пробовать. И не важно победа, важно участие. Всего необычных детей Ноябрьска 106. Для многих из них Павел Юрченко пример для подорожания. Совсем недавно еще несколько человек захотели научиться игре на гитаре. Заниматься с ними будет уже не волонтер, а сам Паша. Екатерина Бродская, Наиль Нафиков, Ноябрьск, 24. Нашумевший фильм режиссера Алексея Учителя покажут в Ноябрьске. Всероссийская премьера «Матильды» запланирована на 26 октября. Прокат в кинотеатре «Русь» состоится в любом случае, а вот специалисты «Парк Синема» пока не готовы ответить однозначно, хотя никаких серьезных проблем с показом фильма не видят. А вот в «Хмао» от «Матильды» открестились все бюджетные кинотеатры, опасаясь нападков православных активистов. Также от скандальной картины отказались и два кинотеатра в Новом Уренгое. Судя по всему, ноябрьцы в числе немногих зрителей, которым все-таки удастся увидеть нашумевший фильм. Такой была эта неделя. Прогноз погоды через несколько секунд. Оставайтесь с нами.